Новоучреждения здравоохранения, школы и детские сады, парки и скверы – объекты, строящиеся в Краснодарском крае благодаря национальным проектам. В этом году их финансирование на Кубани увеличилось почти на 9 миллиардов рублей. Об этом Вениамин Кондратьев сообщил на совещании регионального проектного комитета. Так, общее количество средств составляет более 65 миллиардов рублей. Все деньги необходимо использовать максимально эффективно, а также не допустить отставаний по срокам. Там, где есть объективные причины, это одно. Явно объективные, коллеги старались максимально и использовали весь набор возможностей, чтобы замениться, как говорится. А если они свою бездетельность, именно бездетельность прикрывают тем, что сегодня нарушены логистические поставки, связи, ничего хорошего мы этого не получим, ничему хорошему не приведет. Другие же коллеги заменяются, по другим же направлениям как-то добиваются результата, исходя из того, что сегодня возможно. Там находят такие варианты, возможности. Кто ищет, тот всегда найдет. Ряд национальных проектов сейчас реализуется и на нашем курорте. В их числе строительство корпуса начальных классов станицы Анапской. Отставание от графика есть по объективной причине. Зимой из-за обильных дождей поднялись грунтовые воды. Сейчас эта проблема решена. Действительно, школа, она имеет определенные сегодня проблемные сроки по участкам. На то есть объективные причины. Природно-климатически у нас декабрь-январь, там были достаточно большое обилие дождей. Все подпочвенные грунтовые воды, они просто вышли там порядка на этом участке. Семь ключей было обнаружено. Мы параллельно двигаемся и по корректировке проектно-смертной документации. Мы не останавливаемся, а работы ведутся. Мы идем максимально в недельном графике. Я очень рассчитываю, что сейчас за лето мы ситуацию нагоним. Как на совещании подчеркнул Вениамин Кондратьев, высокие результаты показывают отрасли, вовлеченные в национальный проект «Производительность труда». За три года его экономический эффект составил почти 12 миллиардов рублей. Участниками нацпроекта стали порядка 200 кубанских компаний. А по итогам первого квартала Краснодарский край стал лидером в этом направлении среди всех российских регионов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.